Девушки отдыхают Если вы решили что-нибудь помыть, почистить, то да, лучше губки вы ничего не найдете Но эта губка искусственная, синтетическая В этом фильме мы расскажем о губке, которую нельзя помыть посудом Эта губка очищает целое озеро, делая его самым прозрачным водоемом планеты Так что заканчивайте домашние дела, устраивайтесь поудобнее и смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Увидеть байкальскую губку очень просто Нужно всего лишь погрузиться в воды озера Все эти зеленые кусты и нароста на дне, это она и есть Губки в Байкале чуть больше десятка видов, а кажется, что не одна сотня Говорят, на свете не бывает одинаковых людей Но с этим можно спорить, а вот двух похожих губок вы точно не найдете По крайней мере по форме Губка растет в Байкале везде, точнее везде, где есть что-нибудь твердое, к чему можно прикрепиться Но в основном она растет на камнях и скалах Только вот не растет, а живет Дело в том, что губка это животное Но не такое, конечно, как волк или медведь Примитивное, слабо организованное, но животное Хотя даже наука признала это совсем недавно Всего лишь 200 лет тому назад Судите сами Не ходит, не плавает Ни головы, ни ног Зеленая вся Растения, что ж ты еще? Все это так Да не так Вот вы знаете растения, у которых есть скелет Спорю, что нет А если заглянуть внутрь губки, вы его легко увидите А с помощью электронного микроскопа можно увидеть, как он устроен Вместо костей у губки особые кремниевые иглы, спикулы Спикулы уникальны Только по их форме можно уверенно определить, какому виду принадлежит Та или иная губка Сцепляясь между собой, спикулы образуют скелет Именно скелет придает губке такие разнообразные формы Передвигаться губка не умеет, это правда Но ее роль в экосистеме озера огромна Все свою жизнь денно и нощно губка фильтрует байкальскую воду Даже такая кроха пропускает через себя около двух ведер воды в сутки А губки достигают порой высоты человеческого роста И распространены в озере очень широко Так что, возможно, благодаря губке байкал на весь мир знаменит своей кристально чистой водой Зеленый цвет губки тоже не доказательство ее растительной сущности Там, где солнечного света недостаточно, она лишена зеленой окраски В губке живет растение, микроводоросль зоохлорелла, которая делает ее зеленой Водоросль выживает только в хорошо освещенной зоне Здесь полным ходом идет процесс фотосинтеза Растение вырабатывает кислород необходимой губки А взамен получает углекислый газ Отличный пример симбиоза Водоросль далеко не единственный организм, заключивший с губкой подобные соглашения Зеленые заросли губки – прекрасное место обитания для других представителей байкальской фауны Одним губка дает приют, другим – защиту, третьим – пищу Практически всегда на ветвях губки встречаются эти необычные создания Это мелкие рачки со сложным названием спинокантус Природа наградила их совершенными инструментами для поиска и поедания пищи Губка – отличный поставщик продуктов Не все питательные частицы поддаются фильтрации Многие оседают на ее поверхности Закрывают поры и мешают свободному току воды И тогда на помощь приходят рачки-чистильщики Ни один съедобный кусочек не уйдет от их чутких антенн-усиков и проворных ног-пинцетов Губки только это и надо Теперь можно вздохнуть свободно Если ракообразных поблизости нет, не беда От желающих покормиться на благо губки обычно нет отбоя Например, моллюски Пусть они не такие проворные, но работу свою выполняют ничуть не хуже Как говорится, медленно, но верно Больше половины байкальских рыб – это бычки-подкаменщики Многие из них с успехом используют губку как убежище Некоторые даже меняют свой цвет, чтобы стать совсем незаметными Но и без этого попробуй-ка подберись к затаившейся в среди ветвей рыбке За лето Байкал накапливают столько тепла, что суровые сибирские морозы могут остудить его только к середине зимы В это время даже на юге озера начинает появляться лед Уже в феврале его толщина может достигать одного метра Именно в это время в жизни губки начинается самый интересный и ответственный этап – размножение Целый год в ее теле зрели и развивались особые клетки Теперь они превратились в зародыши личинки Они собрались у отверстий, через которые обычно выходит отфильтрованная вода И ждут своего часа, готовые пуститься в одиночное плавание Как и всегда, кому-то приходится стать первым Скоро десятки и сотни искателей новой жизни отправятся в самостоятельное путешествие Их маршрут в большой степени зависит от движения воды Но природа наградила их своими собственными органами движения – жгутиками И они усиленно пользуются ими всю свою недолгую личиночью жизнь Через день-два эти скитальцы прикорнут где-нибудь на камушки И останутся там навсегда Из них вырастут новые губки Обзаведутся постояльцами и помощниками И начнут бесконечный процесс очищения холодных байкальских вод Ну и что? Разве губка похожа на растения? Хотя не важно кто ты Растения, животные или кто-то еще Важно, что ты есть И рядом с тобой есть еще кто-то Ему важно, что рядом ты И вы не можете существовать друг без друга И важно, чтобы вы жили и не мешали друг другу А еще лучше, чтобы помогали И всегда помнили Все в мире Губки, растения, ракообразные, рыбы, звери и птицы На равных участвуют в одном бесконечном процессе Который называется очень просто Жизнь А вы говорите Губкой что-то моют Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова